Знаешь вообще, Дим, кто мой кумир в плане вопросов прошлых жизней? Моя мать. Потому что, знаешь, все вот эти темы и рассуждения про прошлую жизнь, когда там с кем-то коммуницируешь и с кем-то общаешься, ну все были клеопатрами, наполеонами, египетскими фараонами, кого не спроси. Вот просто чернорабочих, разнорабочих, вот прям вообще никто не был в прошлой жизни. Все царицы и графини. Одна только вот моя мать такая, знаешь, когда мы с ней болтали на эзотерические темы, она говорит, я, наверное, в прошлой жизни была рабом на плантациях, собирала рис. Я говорю, мам, почему? Она говорит, да потому что я уже в этой жизни тоже так, как будто рис собирал все время. С утра до ночи. Вот честный ответ. Единственный человек в жизни, кто, в мире точнее, да, кто не был в прошлой жизни фараоном, это моя мама. Ну, мамуль, привет тебе. Кем вы были в прошлой жизни? Мои хорошие, всем привет, с вами Алексей Гришин. И сегодня в этом видео мы через призму западной классической астрологии и Кар Таро поговорим о том, кем вы были в прошлой жизни. Но перед этим давайте договоримся, что правды не знает никто. Мы не понимаем, как устроена загробная жизнь, есть ли жизнь до Марса и кем мы были в прошлой жизни. Поэтому это всего лишь некая такая фантазия и пища к размышлению. Поэтому я прошу всех моих зрителей, конечно же, лайк поставить, подписаться, а лучше вообще в телеграм-канал перейти, где я еще больше рассказываю про эзотерику, бисшезотерики. И вот как раз-таки давайте, чтобы отделить эзотерическую историю от темы реинкарнации, прошлых воплощений, хотя это сложно сделать, сложно в этой теме без мистификации, я скажу очень важную вещь. В западной астрологии, когда мы рассматриваем натальную карту, мы должны понимать, что просто так на халяву, вот просто в карте ничего не работает. Ну, например, там, вам астролог делает какой-то прогноз, и в этом прогнозе говорится, что, вы знаете, у вас Юпитер в доме денег, и, значит, денег будет много. Да что ты, черт побери, такое несешь? Сам по себе Юпитер в доме денег вам не даст много денег, если вы не будете делать конкретные действия. Опять я всю мистику рублю на корню. На халяву, правда, в карте, в натальной, ничего не работает. Но есть приятные исключения. Это лунные узлы. В ведической астрологии, в Джойтиш, они называются Раху и Кету, голова и хвост дракона. Здесь мы говорим в западной астрологии про северный лунный узел и южный лунный узел. И вот южный лунный узел, это то, с чем вы уже пришли в этот мир. Поэтому можно, проанализировав южный узел в карте, понять, что вам проще раскопать, распаковать, вот, лучше распаковать в себе. То есть это тот некий ментальный волшебный багаж, который вы словно бы из прошлой жизни принесли, и вам чуть легче будет это даваться. Поэтому вот южный узел по секрету, вот он на халяву может проработать. То есть вам легче, да, с этим справиться. Возможно, многие из вас знакомы с западной астрологией поверхностно, из разряда, там, я 10 сентября родился, поэтому я дева по гороскопу. И вообще не знаю, что такое эти лунные узлы, как с ними жить и как с ними быть. Можете, конечно, пойти простым таким путем, варамойским, в любом каком-то бесплатном астро-процессоре, забить свою дату рождения, время рождения, место рождения. Там будет написано, что ваш южный узел находится там, в знаке зодиака стрелец, и находится в четвертом доме гороскопа. То есть мы будем смотреть такой некий синтез знака южного узла и дома, в котором находится южный узел. Если вы не хотите допускать каких-то погрешностей, не то нашли в поисковике, не тот астропроцессор, не знаете, как вводить, как это все там прочитать, там куча каких-то закорючек обозначений, welcome на консультацию астрологическую, посмотрим, где ваш южный узел, и найдем такие подсказки о прошлой жизни, о том, что вам легче распаковать. То есть понимание южного узла, вот я сказал о том, что мы будем отделять эзотерику от эзотерики, это в первую очередь понимание, что вам легче всего начать делать. То есть через что вы в тот же самый бизнес, в деньги, в работу можете зайти более успешно. То есть уже с таким хорошим бэкграундом и стартом. Это уже есть, это уже может на халяву сработать, уже помочь. Просто припудрив это эзотерическим каким-нибудь волшебным, волшебной корицей эзотерической, сахарной пудрой магической, мы называем это опытом из прошлых жизней. Поэтому в первую очередь мы с вами сейчас поговорим про южный узел. Для тех, кто начинает изучать астрологию, или для тех, кто был у меня на астрологической консультации, это будет очень крутой такой лекцией. А потом с вами заглянем в прошлую жизнь с помощью карт Таро. В эзотерике прикиньто считать, что мы все, каждый из нас без исключения, несем с собой опыт прошлой жизни. И чтобы его расшифровать, нам, например, через призму западной классической астрологии, нужно найти в карте южный узел. Он же кету, он же хвост дракона. Наша задача найти знак и дом южного узла. На начальном этапе будет достаточно только этих двух характеристик. Для более продвинутых пользователей смотрим, есть ли планета в соединении с южным узлом, и читаем описание знака зодиака, который соответствует этой планете. Если вы вообще пока ничего не понимаете, лучше заказать полноценную астрологическую консультацию, узнать, где у вас на цельной карте южный узел, если вам недостаточно просто какой-то строчки из астропроцесса. Сначала поговорим о том, что означает южный узел в том или ином знаке. А потом посмотрим, что он означает в каждом конкретном доме гороскопа. Итак, знак южного узла – это ваши таланты и потенциальный род деятельности из прошлых жизней, что вы перенесли из прошлого воплощения. Если в вашем Натале южный узел находится в Овне или находится в соединении с Марсом, то из прошлой жизни вы принесли напористость, активность, умение быть лидером, готовность и стремление конкурировать, соревноваться и побеждать. Некий сильный жизненный драйв. Скорее всего, вы могли быть спасателем, пожарником, МЧСником, тренером, спортсменом, предпринимателем, лидером, хирургом или воином. Южный узел в Тельце или в соединении с Венерой говорит о том, что вы из прошлых жизней принесли с собой терпение, стабильность, инертность и страх перемен, созидательное начало, умение копить, лечить, наводить порядок, украшать, а также бережливость. Скорее всего, вы были финансистом, бухгалтером, хозяйственником, то есть имели земельные участки, распоряжались ресурсами, были флористом, дизайнером, стилистом, садовником, шевьей или же художником. Если в вашей натальной карте Южный узел находится в Близнецах или в соединении с Меркурием, то вы из прошлой жизни принесли коммуникабельность, любознательность, стремление учиться и осваивать новые знания, аналитическое начало, умение видеть многообразие возможностей и быть многозадачным. Скорее всего, вы были торговцем или купцом, дипломатом, переговорщиком, ученым, интеллигенцией или имели какую-то деятельность, связанную с поездками. То есть водитель, пилот, курьер, турагент и тому подобное. Если в вашей натальной карте Южный узел находится в Раке или в соединении с Луной, то из прошлой жизни вы принесли с собой чувствительность, восприимчивость, интуитивность, умение держать нос по ветру, легко приспосабливаться к изменениям окружающей среды, естественность, пластичность и эмпатия. Скорее всего, вы были домохозяйкой, матерью большого рода, няней, воспитателем, имели деятельность в области хорики, отеля, рестораны и кафе, были поваром или владельцем таверны, были психологом или целителем, заботились о бытовом и душевном комфорте других людей. Если в вашей натальной карте Южный узел находится во Льве или в соединении с Солнцем, это говорит о том, что из прошлых жизней вы принесли умение творить и быть автором, самодовольство, готовность быть в центре внимания, звездность, умение быть ярким и получать удовольствие от себя. Скорее всего, вы были актером, выступали на сцене, были любимцем публики или занимались творческой деятельностью, были клоуном, аниматором, владельцем или участником ивент-агентства, пиарщиком или маркетованным. Если в вашей натальной карте Южный узел находится в деле или в соединении с Меркурием, это говорит о том, что вы несете следующий багаж из прошлой жизни. Аналитический талант, критическое мышление, трудолюбие, умение прочно опираться на реальность, на опыт, то есть когда увижу, тогда проверю, недоверие ощущениям и к своим собственным душевным порывам. Скорее всего, в прошлой жизни вы были врачом, бухгалтером, инженером, научным деятелем, работали в сервисной нише, то есть оказывали помощь и сервис в той или иной форме. Если в вашей натальной карте Южный узел находится в весах или в соединении с Венерой, то из прошлых жизней вы принесли следующий опыт и багаж. Это умение находить общий язык с разными людьми, строить диалоги, быть медиатором, умение консультировать, навык связывать, соединять людей и даже целые большие коллективы. У вас крутое читье на справедливость и на баланс. Скорее всего, в прошлых жизнях вы были аристократом, эстетом, занимались консультированием, были дипломатом, послом или доверенным лицом. Если в вашей натальной карте Южный узел находится в Скорпионе или в соединении с Плутоном, то из прошлой жизни вы принесли опыт устойчивости, кризисам, умение впахивать и добывать что-либо, то есть включать режим сверхусилий, готовность жить в накале страстей, быть на острие, умение сбрасывать балласт и легко отказываться от прошлого. Также крутую интуитивность и опору на тонкие энергии. Скорее всего, в прошлых жизнях вы были каким-либо воином или крутым финансистом, страховщиком, врачом скорой помощи, хирургом, следователем, детективом, разведчиком, шпионом или магом. Если в вашей натальной карте Южный узел находится в Стрельце или в соединении с Юпитером, то это говорит о вашем умении быть экспертом. Все знаю, все умею, талант выделять главное, видеть основную цель и отметать все второстепенное. Говорит о вашей целеустремленности и готовности следовать за своей целью. Все это вы принесли из своей прошлой жизни. Скорее всего, в ней вы были или проповедником, или священником, религиозным каким-то исследователем, юристом, выдающимся экспертом в области науки, преподавателем, гуру, учителем, стратегом или военно-начальником. Если в вашей натальной карте Южный узел находится в Козероге или в соединении с Сатурном, то из прошлой жизни вы принесли четкое понимание, что правильно и как положено. Вы научились строить карьеру, и у вас крутой нюх на иерархию, сильный самоконтроль, опора на социальные рамки и умение достигать сверхрезультаты. Скорее всего, в прошлой жизни вы были руководителем, управленцем, главой государства или организацией, аскетом или профессором. Если в вашей натальной карте Южный узел находится в Водолее или в соединении с Ураном, это говорит о том, что из прошлой жизни вы принесли талант смотреть на вещи отстраненно, быть независимым созерцателем за счет отсутствия четкой своей позиции, умение давать свободу и жить в режиме демократии, умение быть частью коллектива, работать в команде, действовать на благо общества. Скорее всего, в прошлых жизнях вы были революционером, бунтарем, шутом, отшельником, каким-то научным деятелем, заметным и видным или прогрессивным изобретателем. И, наконец, если в вашей натальной карте Южный узел находится в Рыбах или в соединении с планетой Нептун. Это говорит о том, что из прошлой жизни вы принесли сверхчувствительность к тонким энергиям, к эзотерике, умение опираться на интуицию и иррациональное начало, талант хитрить и подстраиваться, умение быть открытым к творчеству, к мистике, к магии, и к психологии, ко всему необычному. Скорее всего, в прошлых жизнях вы были ведьмой, знахарем, целителем, колдуном, жрецом, жрицей, психологом или священником, актером или серым кардиналом и закулисным игроком. Также, если мы глубоко анализируем тему прошлых воплощений, нужно посмотреть дом, в котором находится Южный узел. Дом Южного узла это хорошо знакомые, отработанные в прошлых воплощениях ситуации, где вы проявляли свои таланты и реализовывали свою профессиональную деятельность. И давайте посмотрим по домам. Если у вас Южный узел находится в первом доме, это ситуация единоличного действия, проявления самодостаточности, умения добиваться своего, не реагируя на окружение. Если Южный узел находится во втором доме гороскопа, это ситуация статики, накопления и сохранения, опора на свои ресурсы и финансовые возможности. Если Южный узел находится в третьем доме гороскопа, это ситуация ученика, умение быстро учиться и внедрять в жизнь новые знания и навыки. Южный узел в четвертом доме гороскопа говорит о семейной реализации, о ситуации создания уюта и комфорта, гнездования, так называемого. Если Южный узел находится в пятом доме, это творческая реализация, ситуация риска и азарта, реализация в роли родителя. Южный узел в шестом доме гороскопа говорит о роли приземленного винтика в социуме, умение быть полезным, помогать, заботиться, умение быть в контакте с домашними животными. Южный узел в седьмом доме это ситуации партнерства, публичности, опоры на чужое мнение и внимание. Южный узел в восьмом доме гороскопа говорит про ситуации с использованием чужих денег и ресурсов, про кризисные ситуации и умение грамотно и эффективно из них выходить. Южный узел в девятом доме говорит о снобизме, тщеславии, о роли советника, наставника и преподавателя. Южный узел в десятом доме вашего гороскопа говорит о ситуациях, связанных с карьерой, со статусом и властью, с формализмом, с соблюдением законов и порядков. Южный узел в одиннадцатом доме гороскопа говорит о ситуациях пассивного созерцателя, про жизнь в режиме никому я ничего не должен, про умение прогнозировать и мечтать. Южный узел в двенадцатом доме гороскопа говорит о ситуациях некого затворничества, проживания, переосмысления, тема одиночества, про контакт с магией, психологией, с искусством, музыка, живопись, видеосъемки и тому подобное. Таким образом, мы можем с вами сделать синтез знака и дома. Например, южный узел в знаке скорпиона в соединении с планетой Нептун в седьмом доме. Похоже, что вы могли быть целителем, ведьмой, магом, предсказателем и были связаны с другими людьми и, возможно, зависели от мнения публики, а, может быть, были доверенным врачом его величества и зависели от его расположения. Есть еще один крутой способ, как заглянуть в тайну прошлых воплощений, это спросить себя о двух вещах. Первое. Чего вы очень сильно боитесь? То есть, какая у вас фобия? Есть такое крутое эзотерическое поверье, что то, чего вы боитесь в этой жизни, это ключ к вашему прошлому воплощению. Например, вы боитесь ослепнуть, в прошлой жизни у вас были проблемы со зрением. И второй вопрос, который вы можете себе задать, спросите себя, куда вам больше всего тянет с точки зрения даже места проживания. Например, если вы фанат Греции, все детство изучали древнегреческие мифы, каждый отпуск планируете так, чтобы посетить эту страну, скорее всего, вы там жили в прошлом воплощении. Ну, а если мы хотим использовать еще какой-то эзотерический инструмент, помимо западной астрологии, южных узлов, помимо вот этих вопросов, которые можно себе задать, мы можем обратиться к мудрости великих арканов Таро. Колода Таро состоит из разных частей. Принято выделять как козыри колоды 22 старших арканов Таро. Вообще, очень подробно про структуру Таро я рассказываю на курсе Таро базовое. Это, так скажем, азбука экстрасенса, курс, после которого вы научитесь читать карты Таро. не просто знать, что аркан звезда мечты, а поймете, как эта звезда оживает в раскладах на разные сферы жизни. И вот 22 старших аркана Таро, они описывают с собой опыт нашей души, а также багаж из прошлых жизней, да, из прошлого воплощения. и у меня есть такой расчет, как ведущий аркан личности, я очень люблю этот расчет, и у меня есть даже отдельная консультация, которая называется предназначение, где я делаю расчет ведущего аркана личности для обратившегося клиента, вопрошающего, и даю подсказки, как с этим арканом, или арканами, их может быть несколько по дате рождения, понять, что лучше всего можно делать в жизни, какую сферу деятельности рассмотреть с точки зрения зарабатывания большого количества денег. Ведущий аркан личности рассчитывается просто. Мы берем дату рождения, формате число, месяц и год рождения, складываем все и получаем определенное число. Вот, например, я родился 13 сентября 1990 года, я это все складываю, как вот сейчас на экране показано, и получаю двузначное число 32. Соответственно, мы рассматриваем историю про предназначение и про опыт прошлых воплощений через призму 22 старших арканов Таро. Если вы получили двузначное число, которое превышает 22, то мы используем метод редукции или упрощения. 32 превращаем в 3 плюс 2 равно 5. Соответственно, если вы получили 24, 24 это больше, чем 22 старших арканов Таро, соответственно, вы складываете 2 плюс 4, получаете 6. Второй важный пункт. Шут становится здесь из нулевого по классике аркана 22. Поэтому, если вы получаете 22 аркан в расчете ведущего аркана личности, то у вас получается аркан шут или аркан дурак. Третье важное правило данного подсчета ведущего аркана личности, который и про предназначение говорит в текущем воплощении, и про опыт из прошлой жизни. Это история, которая связана с нумерацией. Здесь мы идем по английской школе Таро. Кстати, про школы Таро, какие они бывают, и что на самом деле не всегда это важно, тоже на курсе Таро базовый я рассказываю. Вот мы здесь идем по английской нумерации. Если получаем 8, это сила аркан, если получаем 11, то это аркан справедливость. Вот вы получили свой аркан, если у вас по расчетам сразу получился аркан, то есть, например, вы посчитали, у вас получилось 11, то у вас уже сразу 11 старший аркан справедливость. Если возможно сделать повторную редукцию, ну, например, вы получили 11, и вы можете еще раз проредуцировать, 1 плюс 1, 2 и получить еще второй ведущий аркан личности, значит, у вас их 2, 11 и 2. Там 10, это 10 и единицы, колесо фортуны и маг. Расчет на самом деле простой, давайте я еще раз вам табличку сейчас покажу, прикреплю, как делать этот определенный расчет. ведущий аркан личности это тоже ключик к опыту прошлых жизней, то есть я вам сейчас по каждому аркану дам определенную подсказку. Давайте посмотрим через старшие арканы, какая профессия у вас могла быть в прошлой жизни. Итак, если у вас 22-й старший аркан шут является ведущим, то в прошлой жизни, скорее всего, вы были фрилансером или путешественником, поэтому, а также могли работать в какой-то эзотерической сфере. Ведущий аркан маг говорит о том, что вы могли быть предсказателем, магом, врачом, хирургом, бизнесменом, занимались проектировкой, изучали какие-то новые технологии, могли быть капитаном, политиком, иллюзионистом, химиком, учителем или командиром. Верховный аркан жрица говорит о том, что вы могли в прошлой жизни заниматься эзотерикой или служить в какой-то секретной службе. Третий старший аркан императрица говорит о том, что вы могли в прошлой жизни быть домохозяйкой или домовладельцем, врачом, гинекологом, руководить садом, иметь собственный бизнес или заниматься здоровьем. Император говорит о политическом лидере, о каком-то большом начальнике или человеке и структуры органов власти. Пятый старший аркан иерафан говорит о том, что вы в прошлой наставникам и советникам. Влюбленный шестой аркан говорит о том, что вы могли работать в ЗАГСе, в брачном агентстве, заниматься целительством. Седьмой старший аркан колесницы как ведущий аркан личности может говорить о том, что вы в прошлой жизни могли быть водителем, автомобилистом, человеком, который связан с транспортом или с путешествиями. Если у вас восьмой старший аркан силы является ведущим, в прошлой жизни скорее всего вы могли быть спортсменом, дрессировщиком или ветеринаром. Девятый старший аркан отшельник говорит о том, что в прошлой жизни вы могли быть философом, заниматься медитацией, быть духовным наставником. Колесо фортуны говорит о том, что вы могли проводить спиритические сеансы, иметь отношение к игровым залам, казино и путешествиям. Одиннадцатый старший аркан справедливости говорит о том, что вы могли быть судьей, работать в области правосудия, быть адвокатом или быть сотрудником каких-либо правоохранительных органов, а также налоговой инспекции или работником министерства. Девятнадцатый аркан повешенный говорит о том, что вы могли заниматься эзотерикой или философией. Тринадцатый аркан смерть говорит о том, что вы могли серьезно заниматься мистикой или иметь отношение к каким-либо ритуальным услугам. Четырнадцатый аркан умеренности это все, что связано с химией, с поварским делом, с защитниками гражданских прав и с целительством. Пятнадцатый аркан дьявол это все, что связано с сексологией, все, что связано с какими-либо изучениями глубином психики и бессознательного. Шестнадцатый аркан башни это строительство, это пожарники и МЧС. То есть любая история, которая требует высокой степени стрессоустойчивости. Семнадцатый аркан звезда это астрология, астрономия, также человек, который знает, что такое блеск софитов, то есть знаменитость, это визажисты, это стилисты. Луна это поэты, писатели, актеры, психотерапевты и психиатры, провидцы, ветеринары, а также моряки. Девятнадцатый аркан солнца это ученый, академик или публичный человек, а также ювелир и человек, который имеет отношение к энергетической промышленности. Двадцатый аркан суд это врач-косметолог, реабилитолог, страховщик, экзаменатор или судье. И наконец двадцать первый аркан мир это все, что связано с туризмом, с иностранным делом, с роддомами, с подиумом, с переводом, с журналистикой, с экспедиторством. Таким образом, либо через призму западной астрологии, либо через ведущий аркан личности по Таро вы можете посмотреть, какой опыт вы принесли с собой. Если хотите разобраться в этом подробнее, ничего не поняли из расчетов, нужна моя помощь, то есть два способа либо научиться самому, либо прийти на консультацию. Я с огромным удовольствием вам подскажу, тем более консультация по Таро, которая называется предназначение, это самая доступная консультация у меня. Подробности и описание консультации по ссылке под этим видео. Мои хорошие, с вас лайк, если я вас грузанул хорошенько вопросом про реинкарнации и вопросом про прошлое воплощение. Кстати, а вы читали «Путешествие души» Майкла Ньютона? Да или нет? Поделитесь в комментариях. Что ты там? Да балаболел столько времени. Ну вот смотри, я же на самом деле говорил, Дим, в начале видео, что если не мистически смотреть на всю эту Петрушку, да, вот, там, вы были гипнотизером в прошлой жизни, вот даже по западной астрологии мы смотрим положение южного узла, да, в каком доме он находится. Это то, что нам проще распаковать, то есть то, что нам дается уже легче. Мы с этим как будто бы из прошлой жизни пришли. Вот давай я на своем примере расскажу. Вот, на моем примере, давай, через западную астрологию. Что ты ржешь? Это мне надо построить карту твою, посчитать. Свою-то я да наизусть знаю. Ну вот смотри, на моем примере у меня южный узел на границе второго и третьего дома. История-то про южный узел какая? Мне гораздо проще начать коммуницировать с людьми. То есть мне проще с ними взаимодействовать вот по моему южному узлу в карте. И я действительно хорошо там могу эфиры проводить, марафоны проводить. А допустим, история какая-то другая там по северному узлу, это просто не в теме этого видео, это то, что мне надо нарабатывать в этой жизни. То есть мы по южному смотрим, что нам проще дается, а по северному то, что нам наоборот надо в этом воплощении наработать. А мне проще взять по южному узлу. Это по западной астрологии. А по Таро у меня ведущий аркан личности пятерка иерафант. Это преподаватель. То есть вот смотреть через систему Таро я в прошлой жизни преподавал. И мне проще это делать в этой жизни. Мне правда просто вести курсы. Ну то есть как бы провести курсы и лекцию для людей я в этом расцветаю. То есть я с этим опытом уже пришел. Понимаешь теперь? Одиннадцатый аркан справедливости. Но это четкость, это скрупулезность. Ты никогда же вообще не опаздываешь. Это все какие-то правовые моменты. Вот тоже как пример можно рассмотреть. Понимаешь, если вот кто-то запутался, вообще там ничего не понимает, но хочет понять, а что проще делать, для этого есть консультация по предназначению или астроконсультация. И для чего важно понимать, какой опыт и что нам легче распаковать по дате рождения, для того, чтобы с этого начинать деньги зарабатывать. То есть вот смотря на южный узел и на ведущий аркан личности, нам проще понять, через что нам легче начать уже зарабатывать. И я как только стал преподавать и коммуницировать с людьми, да, то есть ведущий аркан личности иерафант и южный узел в определенном доме, ко мне стали приходить большие деньги. Как я стал жить, вот прям брать, распаковывать талант по южному узлу и по ведущему аркану личности. Понятно теперь? Саллилуйя, надеюсь, всем остальным тоже.